В Ненецком округе появится совместное предприятие компании «Газпром и Лукоил». Недропользователи намерены совместно реализовывать проект освоения Ванивийского и Лаевожского месторождений. Ненецкий округ и Санкт-Петербург будут развивать торгово-экономические, научно-технические и культурные связи. Соглашение о сотрудничестве главы двух регионов подписали в рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума. Дорога во взрослую жизнь. Сегодня в школах региона прозвенел последний звонок для старшеклассников. Время новостей на телеканале «Север» в студии Ирины Нижалова. Здравствуйте. «Газпром» и «Лукоил» намерены совместно осваивать два месторождения в Ненецком округе. Сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и президент ПАО «Лукоил» Вагит Олегперов подписали соглашение, в соответствии с которым стороны намерены совместно реализовывать проект освоения Ваневийского и Лаевожского месторождений в НАУ. «Подписывают соглашение об основных условиях совместной реализации проекта по разведке и добыче углеводородного сырья на участке недр, включающем Ваневийский и Лаевожский участки на территории Ненецкого автономного округа». Как отметил глава региона Александр Цибульский, подписание соглашения между двумя недропользователями – важное историческое событие для нашего региона. «Очень важный для экономики и для социальной сферы компания «Газпром» и «Лукоил» подписали документ о создании совместного предприятия для разработки Лаевожского и Ваневийского месторождений. Это действительно будет один из крупнейших проектов. Мы предварительно проводили работу и с руководством «Газпрома», и с руководством «Лукоила». Договаривались, что штаб-квартира будет расположена в городе Нарьинмар, а это значит, что появятся и дополнительные рабочие места, которыми могут воспользоваться наши жители. Ну и, конечно, для нас это совершенно серьезный новый источник дополнительных доходов в бюджет, который, я надеюсь, в ближайшее время уже начнет формироваться на территории нашего округа. Поэтому я нас всех с этим поздравляю. Уверен, что это еще не последний крупный проект в ближайшее время, который начнет свою реализацию на территории нашего округа. По словам Александра Цибульского, в ближайший год будут завершены необходимые процедуры по созданию предприятия, после чего оно приступит к практическому освоению месторождений. Янецкий округ и Санкт-Петербург будут развивать торгово-экономические, научно-технические и культурные связи. Соглашение о сотрудничестве главы двух регионов подписали в рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума, который в эти дни проходит в Северной столице. Аналогичные соглашения и протоколы к ним Георгий Полтавченко сегодня подписал с руководителями еще ряда северных регионов Архангельской области, Республики Коми, Красноярского края и Якутии. Подписывая соглашение, Александр Цибульский отметил важность расширения горизонтов межрегиональных связей северных субъектов. Арктика, особая территория, она может развиваться только на вводные проекты, если вы будете закрываться внутри административных границ своих субъектов, мы никогда не получим того экономического и социального эффекта, который мы можем получить объединившись. Только объединив свои усилия и выстроить равноправные, уважительные, взаимовыданные отношения между регионами, то есть так называемые горизонтальные межрегиональные связи, эффект от нашей работы будет значить наше всего. В Рео губернатора также подчеркнул, что сотрудничество является взаимовыгодным, а нормативные документы, подписанные сегодня, подстегнут субъекты более активно выстраивать совместную работу. Санкт-Петербург как центр компетенции и образования науки, конечно, для нас, для всех, является центром притяжения, а для вас, наша территория является применением того потенциала, который есть. Это абсолютно взаимовыгодное сотрудничество. Я уверен, что сегодняшний день, когда мы это нормативно, и поэтому мы подстегнем себя в эту работу в планете. В положениях документа, подписанного между НАУ и Петербургом, закреплено, что стороны будут взаимодействовать по вопросам социально-экономического развития, а также развития культуры и обеспечения экологической безопасности в Арктике. Еще одно направление совместно работы – это развитие связей между государственными учреждениями здравоохранения субъектов, в том числе с использованием телемедицинских технологий. На Петербургском международном экономическом форуме участники дискуссии «Умная среда. Новый уровень развития городов» обсудили внедрение цифровых технологий в городскую инфраструктуру. По мнению экспертов, модернизация городской среды сейчас вышла на новый уровень. Речь идет уже не о простом благоустройстве, а о создании принципиально нового качества жизни за счет использования современных технологий. По мнению главы региона Александра Цибульского, успешные практики и проекты, которые уже зарекомендовали себя в крупных городах, необходимо использовать в других регионах. Комментируя итоги дискуссии, он также объяснил заинтересованность руководителей регионов в повышении качества городской среды вследствие возросшей конкуренции за человеческий капитал. Может быть, это пока сложно поверить, но в ближайшем будущем, через 5-7 лет, человек уже не будет привязан к конкретному месту для того, чтобы получить ту или иную работу. Большая часть работы переходит постепенно в дистанционный режим. И на самом деле сейчас развернется огромная борьба и конкуренция именно за лучших, наиболее талантливых людей. И они останутся жить там, где они получат наиболее комфортные и хорошие для себя условия жизни. Глава НАУ также отметил, что по уровню цифровизации Наринмар уже занимает уверенные позиции среди соразмерных городов численностью 25-30 тысяч человек. И сообщил, что работа по внедрению современных технологий в повседневную жизнь горожан будет только наращивать темпы. И наша задача сделать в нашем городе, который небольшой по размеру, от того, с точки зрения инвестиций, нам это сделать проще, чем в других городах, сделать город, который будет комфортный для жизни тех людей, которые там родились, которые там выросли, которые любят и ценят нашу северную землю, наш климат. В продолжении выпуска информация о Паводке. По состоянию на 12 часов 25 мая уровень воды в реке не превышает критических отметок, сообщает Севергидромет. Голова ледохода по реке Большая Печора развивается в 15 километрах ниже Наринмара, до осколково ледостав за крайными. В самой столице Неницкого округа идет редкий ледоход. Уровень воды в городе поднялся на 6 сантиметров за 4 часа, до 336 сантиметров. Негативная отметка для столицы Заполярья – 620 сантиметров, опасная – 670. В Андиге по реке Малая Печора густой ледоход. Уровень воды в деревне составляет 402 сантиметра, негативная отметка 580, опасная – 630. По городецкому шару в районе Наринмара ледостав за окраинами. Слезы грусти и счастливые улыбки. Сегодня для старшеклассников Неницкого округа прозвенел последний звонок. Понятно, что это лишь символ окончания школы, и впереди их ждут экзамены. Но сегодня о них даже не думали. Да и некогда было, ведь с каждым годом праздник приобретает все больший размах. В этом убедилась наша съемочная группа. Любовь Пермякова с подробностями. Главные виновники торжества танцуют вальс. Школьное платье, банты и непременно белый кружевной фартук. Сегодня форма советского времени стала украшением всех выпускниц первой школы. Кружилась вальс и ученица 11-го Б-класса Виктория Костылева. Мне, с одной стороны, такая радость, а с другой вообще грусть, потому что я в этой школе 11 лет учусь. И я знаю просто каждый уголок этой школы. А что ты видишь, кто такой держит? Это Лёва. Мне подарили его на Новый год, когда мне было 5 лет. А почему сегодня его взяла с собой? Ну, потому что он для меня много значил. Это как что-то такое необычное, какое-то чудо из детства. Сегодня закончилось беззаботное детство для 250 окружных 11-ти классников и более 500 учеников 9-х классов. Многие из них покинут стены родной школы. Поэтому и они тоже сегодня полноправные хозяева праздника. В торжественный день зажигают по полной. Кроме танцев, учителей первой школы ждал и еще один подарок. Выпускник 9-го класса Никита Семяшкин сделал своими руками макет старой первой школы. Многие из присутствующих в этом зале наверняка учились в этом здании на улице Волчейского. В этом здании школы с 1939 года по 1989 год учились многие жители нашего города, в том числе моя мама. Мне очень приятно сделать этот подарок и передать руководителю школьного музея Татьяне Петровне. Спасибо первой школе за знания, за интересные школьные годы. Ну, конечно, главный подарок был адресован всем учителям и родителям старшеклассников. Это слова благодарности. Организаторы праздника не ожидали, когда объявляли открытый микрофон, что желающих выразить слова признательности будет так много. Хочу от всего нашего доброго коллектива сказать спасибо своим родителям и извините нас за нашу коллективу. Я хочу поблагодарить каждого родителя, что присутствует в этом зале. Вклад, который вы положили в своих детей, он неоценим. То, что вы сделали, заслуживает настоящего памятника. Ваши удеяния сейчас свет перед вами. Я хочу поблагодарить маму за то, что она все эти годы меня поддерживала, меня верила. И продолжаем верить песенку. Мам, я тебе не подведу. Я вам честно снова говорю. Потому что, ребят, родители, это единственные люди, которые всю жизнь могут с вами. Впереди ребят ждет еще много испытаний. Это сдача ЕГЭ и поступление в техникум и вузы, расставание со школой и учителями. И, конечно же, с одноклассниками. Я хочу пожелать, чтобы каждый нашел себя в жизни. Чтобы все мечты были исполнены, цели были достигнуты. И чтобы мы потом встретились все через несколько лет. И каждый был счастлив. После главного символа праздника, последнего звонка, ребят ждал еще один трогательный момент. Настал финальный момент праздника. Ребята запускают в небо воздушные шары, загадывают желания. Самое главное из них, это, конечно же, сдача ЕГЭ. Чего мы им тоже желаем. Любовь Пермякова, Олениц Шишелов, телеканал «Север». На участии в ежегодном туристическом слете дорогами отцов-героев на сегодняшний день заявилась всего одна команда. Как сообщают организаторы трус-лета, сотрудники Центра арктического туризма, по практике прошлых лет команды заявляются в последние дни до окончания приема документов. У тех, кто еще не успел подать заявку, остается меньше недели. Напомню, проведение тур-слета запланировано на 10-11 июня. При неблагоприятных погодных условиях тур-слет может быть перенесен на 20-е числа июня. Традиционным местом его проведения станет район озера Васькино. Программа слета и условия участия в нем неизменны на протяжении многих лет. Традиционно к участию в соревнованиях допускаются команды учебных заведений, предприятий, учреждений, сельских муниципальных образований, общественных объединений, за исключением политических партий, а также предпринимателей. Программа слета рассчитана на два дня. В первый день запланировано три испытания. Поход кросс, перетягивание каната и приветствие команд. Во второй день слета, 11 июня, команду предстоит преодолеть короткую и военно-спортивную полосы препятствий, показать умение ориентироваться на местности и представить свой творческий потенциал в конкурсе «Костер дружбы». В завершение второго дня будут подведены итоги слета. Заявки на участие в 53-м окружном туристическом слете дорогами отцов-героев принимаются в Центре арктического туризма до 18 часов 31 мая. В воскресенье 27 мая Ненецкий округ примет участие в едином дне велопарадов. Начало акции запланировано на 12 часов. Старт велопробега состоится на площади Ленина. Маршрут будет проходить по улицам Ленина, Первомайской, Хатанзейского и Ваучейского. Финишируют участники на площади Маратсей. В рамках велопарада Департамент образования, культуры и спорта и Региональный центр молодежной политики проведут конкурс среди участников на определение лучших в номинациях «Велостиль» и «Велосемья». Как отмечают организаторы, участников будут оценивать по ряду критериев. Для номинации «Велостиль» значение будет играть оригинально и ярко оформленный велосипед и велосипедист. Велосемью выберут по единообразным оригинальным отличительным элементам оформления костюмов или велосипедов всех членов семьи. Подведение итогов конкурса и награждение победителей в номинациях состоится по окончании велопарада. К участию в мероприятии приглашаются все желающие обладатели велосипедов. Наринмар присоединился к всероссийской акции «Международный день соседей». Первыми дворовые праздники провели жители домов по улицам Евтысова и Южная. Субботу, 26 мая, встреча соседей пройдет в ТОС Старый аэропорт и в микрорайоне авиаторов. Жители Старого аэропорта проведут на детской площадке отчетное собрание и игры для детей. Перед домом по улице Швецова-1 пройдет встреча с представителями управляющей компании и мэрии. На ней обсудят содержание детской площадки. 27 мая субботник и игры пройдут на детской игровой площадке у дома номер 13 по улице Калмыково. 31 мая ТОС «Малый Качгард» организует общее собрание, на котором изберут председателя и утвердят планы. 3 июня жители дома номер 41Б по улице Ленина завершат всероссийскую акцию в Наринмаре. Как пояснили организаторы акции, отдел по работе с некоммерческими организациями, День соседей – это возможность ближе познакомиться с теми, кто живет рядом, и обсудить проблемы двора или микрорайона. Такова информационная картина этого дня. Мы следим за развитием событий. Наши новости можно увидеть на сайте www.trksever.ru. Далее смотрите прогноз погоды.